На улице минус 30, а местами и того больше. Да еще сильный ветер. Как говорится, плохой хозяин даже собаку в такой погоде из дома не выгонит. А тут люди, как будто ни в чем не бывало, сидят, рыбачат, не боясь ни замерзнуть, ни тем более провалиться под лед. Во-первых, по такому льду уже не провалишься. Мы же не первый год рыбачим. А во-вторых, по последнему только можно провалиться льду, когда он мягкий и рыхлый. Мы же только второй день рыбачим, мы же ждали, пока он вырастет. Мы же тоже не дураки, у всех же семьи и дети. Что же мы их хотим оставить без отцов? Новичков здесь мало, поэтому каждый из рыбаков-ветеранов уверен, с ним-то точно ничего не случится. Водохранилище они знают, как свои пять пальцев. Однако инспекторы говорят, на их месте они не были бы столь легкомысленно. Несмотря на то, что Оренбуржи уже не первую неделю замерзает от сильных морозов, да и в некоторых местах лед достигает 20 сантиметров, сотрудники МЧС говорят, не стоит смело выходить на него, потому что в некоторых местах лед может оказаться очень тонким. Предупрежу всех любителей, всех промышленников, то, что структура льда неоднородная, существует много родников, много промоин, тем более у нас есть выходы теплой воды с реклинской грязи, такие как здесь, выход цирк канала, от чего образуются именно участки льда, промытые теплой водой. Летный рекле стоит не больше недели, а уже практически на каждом шагу сидят рыбаки. Каждый от холода спасается как может, у кого палатка, у кого пылителен, а кто и по русской традиции согревается. Только вот опытные рыбаки говорят, что пользы от этого, тем более на таком морозе, мало. Видите, перчаточки там, вот одна кофта, вот вторая кофта. Там, короче, кофта еще с капюшоном, я его даже еще не одеваю, потому что жарко. Едем дальше, и на горизонте видим, кажется, вообще камикадзе. Люди не страшась ничего, выезжают на лед на машинах. Увидев катер МЧС, рыбаки бросились на утек, оставив не только пойманную рыбу, но и все снасти. Таких смельчаков, как эти, оказывается, немало. И все они в недоумении, почему с машиной на лед нельзя, ведь сейчас он выдержит не то, что машину, а самосвал. Я же знаю толщину льда. Как вы измерили, как вы ее увидите? Ну как, пробиваем, смотрим, 30 сантиметров лед. Есть таблица специальная, 30 сантиметров уже держит почти 10 тонн, а это весит тонну всего. Такая самоуверенность чаще всего и играет злую шутку с рыбаками. Спасатели не раз становились свидетелями страшных трагедий, когда автомобиль уходил под воду вместе с людьми. Из-за такой человеческой безалаберности сотрудникам ГИМПС все время надо быть на чеку. Благо, с этого года контролировать ситуацию на воде, а зимой и на льду стало проще. Теперь введение МЧС уникальный, единственный на всю область Марс-700Т. Катер на воздушной подушке, в случае чего в считанные минуты окажется на месте происшествия. Татьяна Кожилко, Никита Плотников. Итоги недели.